Сэмми, когда ты решил, что ты больше не хочешь быть тем характером, который мы знаем, Сэмми быком, о котором мы слышали, о котором мы читали, на каком этапе своей жизни тебя ударило? Знаешь что, я лучше, чем эта преступная жизнь, и я не хочу больше делать это. Это было, когда меня предал Джон Готти. Я не хочу сейчас углубляться во всю эту историю, но когда я был предан им, я решил уйти из мафиозной жизни. Эта жизнь полное дерьмо, состоящее из убийств, друг друга, воровства, обмана, теперь мы еще предаем друг другу. Я отказался и ушел из всей этой жизни. В какой-то момент я был в тюрьме, меня вытащили оттуда, и я жил с агентами некоторое время. Некоторые из них не нравились, некоторые из них нет. Но все получают свою жизнь, чтобы прожить, разные вещи, которые приходится проживать. И жизнь настолько ценная, и настолько короткая. Когда ты теряешь свободу и оказываешься в тюрьме, ты говоришь себе, что я здесь делаю? Все деньги, весь гламур, все понты и все, что можно представить, не стоят того, чтобы потерять свободу. И делать вид потом, что ты крепкий парень в тюрьме, когда любой лох-охранник может тебе сказать, теперь идешь спать, просыпайся, иди есть, делай то, делай это. Ты становишься как марионетка. Я подумал, все, с меня хватит. Я покончил с этой жизнью. И я смог пойти вперед. У меня оказалось достаточно много людей, которые были в моем углу. Я вышел из тюрьмы, когда мне было 72. И у меня было 430 долларов в кармане. Но у меня была семья, которая ждала меня. Моя бывшая жена, моя дочь, мой сын, друзья, которые продолжали звонить мне. Пару людей дали мне немножко денег. Здравствуй, бро, ты дома. Вот, возьми, положи это себе в карман. И я сказал, та жизнь меня достала. Я теперь пойду прямым путем. И я не сойду с этого пути. Знаешь, 2-3 человека меня спрашивали, ты можешь убить сегодня? Я говорю, можете поспорить на свою жопу, могу ли я убить сегодня? Но я не хочу. Это закончилось. Я больше не делаю этого. Чтобы защитить себя, может быть. Чтобы защитить свою семью, может быть. Не сомневайся, что я могу убить. Но я не делаю этого. Этого нет у меня в голове. У меня в голове быть качественным, идти вперед. Быть другом людям, помогать людям, как самому себе. Я могу представить себе, как тяжело это было. Моя дочь отвезла меня, где я мог оформить социальную помощь. Я стоял в очередях, у меня были талоны на еду. У меня был один чек на один месяц, чтобы получить эти талоны. И затем они сказали, если вы зарабатываете более 1000 долларов в месяц, вам уже не полагаются талоны на социальное питание. И они меня скинули с этой темы. У меня не было страховки, у меня не было ничего. Я думаю о столь многих моих друзьях в тюрьме, с кем я подружился. И кто не имеет удачи, прийти из заключения домой и найти семью или хорошего друга, который желает помочь. И правительство должно подумать об этом. Как помочь тем, кто отсидел? Не задавайте вопрос, почему они снова совершили преступление. На это слишком легкий ответ. Вы захлопнули все двери перед их лицом. Они не могут быть юристами, врачами. Они много кем не могут быть. Они не могут голосовать, не могут иметь оружие. Они ничего не могут иметь. Например, какой-нибудь парень был наркодилером. Может быть, поднимал огромные деньги. И вы хотите сейчас, чтобы он пошел в Макдональдс кидать пакеты гамбургера? И после этого вы хотите спросить у меня, почему он опять нарушил закон? Почему вам не помочь ему, чтобы он не приступал к закону снова? В тюрьме, и ты знаешь, это сам прекрасно, они тебя ни хрена ничему не учат. Все это приводит только к новому дерьму. Составьте программы в тюрьмах. Откройте двери, через которые эти люди могут выйти и заработать себе на жизнь. На нормальную человеческую жизнь. И цифры рецидивов пойдут кардинально вниз. Ты знаешь, чем ближе подходил день моего освобождения из тюрьмы, отсиживая свои 8 лет, 8 месяцев, 17 дней, я ощутил страх в себе, может быть, впервые в жизни. Обычно, когда я был дома, мне не о чем было беспокоиться, потому что я знал, угадай что, если кто-то создавал мне проблему, моей семье и так далее, все, что мне нужно было сделать, надеть свой бронежилет, выбрать оружие, которое мне нравится, и пойти решать проблему. Теперь, когда я подхожу к окончанию срока, я боюсь направления своих мыслей, направления моих мыслей, что если кто-то ворвется в мой дом, что если кто-то применит насилие в отношении моей семьи, что ты будешь делать. И тут из ниоткуда неожиданно пришла мысль, что мне нужно просто взять телефон и подзвонить в нью-йоркскую полицию, или где ты находишься, просто звонишь в полицию, и оповещаешь их, потому что я больше не могу держать закон в своих руках. И это был тот момент, когда я подумал, «Вау, этот вопрос снят». Я испытывал страх, но я чувствовал себя хорошо при этой мысли. Но в сущности, это не про то, что ты испугался, и это не про то, что это закончилось. Это только начало. Это только начало для тебя. Теперь ты становишься членом общества. И тут другое. Знаешь, раньше я вступал с людьми в конфронтации. Сейчас нет. И один из моих друзей как-то спросил меня, «Ты что, боишься этого парня?» Я говорю, «Нет, нет, нет, я не боюсь его». Тогда почему ты ушел? Потому что я боюсь себя. Я боюсь того, что я могу сделать. Он вякает мне в лицо, и я боюсь себя, поэтому я ухожу. Если меня это начинает доставать, я просто ухожу. Потому что я знаю, если я сделаю что-то, я опять застряну в тюрьме, и уже никогда не выйду. Я не хочу больше оказываться в тюрьме. Поэтому это начало, мой друг. Это начало твоей жизни. И быть гражданином... Послушай, я люблю своего отца и мать, которые были легитимными людьми, тяжело работающими. Я люблю их всей душой и всем сердцем. Для меня нет ничего, что было бы не так в них. Во мне было что-то не так. И я как бы сказал себе сейчас, дай-ка я поправлю это. И нужно уходить от плохих людей, бро, и идти к хорошим людям. Сейчас у меня есть команда, ты видел этих замечательных людей, которые работают на меня? О, Глэйс, твой друг, и она уже думает, как помочь тебе. Я повторюсь, это хорошие люди. И это то, чем я занимаюсь. Я окружаю себя хорошими людьми, которые знают свою работу. Например, с сетю приходят эти налоги. Мне некоторые уже говорят, можно сделать то, можно сделать это. Нет, 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 не надо. Я завязал. Ничего такого. Понимаешь, я окружаю себя хорошими людьми. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok